И вот просто держат уже полгода, даже больше. Ему надо медицинскую помощь. Несколько месяцев назад у Лжалгаса Барамановой убили племянника. Сына Силхана сначала стали вызывать в полицию в качестве свидетеля, рассказывает мать. Позже парень и вовсе пропал. Нашли его лишь спустя три месяца. Случайно. Их паяльной лампой прям на живую. Вот это все пытали. У него разрез был даже на горле, до сих пор шрамы есть. И на уши как клеймо поставили. Вот это все на его теле, на всю жизнь осталось. Они даже пугали. Мой сын, мама говорит, страшно говорить. В то время я лежала в больнице, они, оказывается, даже пугали, что дочка жила одна в доме, что могут ее что-то сделать. Вот эти парни, которые пытали. О том, где находится ее и сын, матери сообщила соседка по дому, где полицейские удерживали Силхана. Девушка рассказывает, что парня в сопровождении охранника изредка выводили на улицу. Часто из квартиры доносился странный шум, крики, стоны. Он мне кинул бумажку, сказал, чтобы я маме позвонила. Я, естественно, позвонила маме, потом еще одному парню там был, тоже его избивали, на ручниках его там держали. Вот, конечно, я и его ж не маме тоже позвонила. Потом приехали, скандал был, милиция была тоже. Никого не пускали, кроме милиции. Встречи с сыном матери запретили. Следователь сказал, так надо, для его же безопасности. Три месяца мать с сыном общались через окно, рассказывает сестра Силхана. Его постоянно бьют там, издеваются перед ним. И что-то все так, иногда наручники его одевают. Еще так, все, больше ничего так не говорит. А еще не сможет даже спать в ночь, нормально. Все. Полиция отказалась давать какие-либо объяснения. Родные обращались с разной инстанции. Даже писали письмо в Акарду. У нас имеется такая информация, что он находится на съемной квартире и содержит его сотрудники Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. У меня нет с ним контакта, да, нарушены его права. Он не может получить квалифицированную помощь. В связи с чем, не знаем уже, куда обращаться. Обращались и в МВД, и в Генеральную прокуратуру. После наших обращений всех вот этих его с квартиры сразу увезли. Оказалось, что Силхана уже давно перевели из ряда свидетелей, подозреваемые в убийстве. При службе Департамента внутренних дел сообщили следующее. В данное время обвиняемый находится, это первым из изолятора временного содержания УВД города Шымкен, следственный изолятор, 5 августа. И по поводу встречи с подозреваемым лицом адвоката, адвокат может обратиться в суду. Вот уже полгода Улжалгас Абдраманова не может обнять единственного сына. Если вину Асилхана докажут, ему грозит большой срок. Родные настаивают. Признание полиция выбивает у парня пытками.